Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса заключается в том, как человек мог так быстро разлюбить. Спрашивает Антон. Ряд обстоятельств. Мужчина сказал, что копилось, вот, копилось-копилось и в итоге сказал, что разлюбил. Вот, хотя до этого по словам автора вопросом, значит, ну, писал, что скучает, вот, и писал, что, значит, ну, хочет как бы быть вместе. И то, то, чего не может понять. А второго вопроса, это как раз того, как можно вот так быстро разлюбить. Ну, вообще говоря, вам что-то мешает это признать. Я бы так сказал. То есть, вам что-то мешает. Самой. Ну, самой признать и допустить, что человек может разлюбить. И я бы здесь, конечно, задал бы такой вопрос, что вам мешает. Что мешает, ну, принять то, что вас могли разлюбить. Как-то вы боретесь против этого. И правда в том, что, ну, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится, если вы будете пытаться с этим бороться. Потому что ближе к вам человек не станет. А свою проблему, именно свою проблему, то есть, внутреннее непринятие того, что человек решил с вами больше не быть, вы не замечаете. Поэтому я бы здесь обратил внимание на то, что происходит с вами, что вам так сложно это принять. Я не говорю, что это легко. Я говорю только о том, что вы не можете это принять. Я говорю о том, что вам тяжело это принять. И меня интересует, каковы причины этого. Понимаете? Потому что если мы поймём эти причины, то нам будет легче вам помочь. Вот. Наверное, как-то так я бы вам ответил. А по поводу вашего вопроса, то я бы сказал, что скорее всего всё обстоит именно так, как говорит мужчина. Вот. И я бы здесь в первую очередь спросил бы себя о том, почему мне этого не достаточно. То есть, почему мне недостаточно того, что человек говорит. Почему я, ну, в этом смысле, как-то, может быть, пытаюсь, пытаюсь это оспаривать. Вот. Я бы спросил, я бы спросил себя в первую очередь об этом. И уже потом, как бы, ну, отталкивался бы от этого. А сейчас такая история, что вы не разобрались в себе, получается, получается. И не разобрались в себе, хотите понять другого человека. На мой взгляд, это заведомо деструктивная позиция. Может быть, вам кажется, что эта позиция легкая. Ну, сейчас. Сейчас вам, может быть, кажется, что эта позиция легкая. Но она, эта позиция, на самом деле, очень деструктивная. Вот. И чем больше вы уделяете ей внимание, тем больше она высосует из вас все силы. Чем больше вы ориентируетесь на человека, но не на себя, тем сложнее вам по итогу будет. Вот. Да, вам больно сейчас. Вам больно, вам тяжело, вам неприятно, и я прекрасно это понимаю. Лучше признать, что вам больно. Начать свою боль, может быть, проживать как-то. В том числе с помощью психолога. Ну, собственно, вы и обратились за этим. И дальше уже можно будет смотреть, как у вас этот процесс происходит. Вот. Я думаю, что примерно такой ответ вам можно сейчас дать. Ну, конечно же. Конечно же. Сами вы можете считать как угодно, и можете быть не согласны. Тем, о чем я говорю. Только вам это ничего не даст. От слова совсем. Вот. Потому что... Ну, мужчина к вам не вернется, если вы будете от него требовать каких-то ответов. если вы будете требовать от него объяснений или ещё хуже, если вы будете их уговаривать его к вам вернуться. Понимаете, да? Какая шпука. Вот. То есть, я бы... Я бы ответил вам, ну, наверное, вот так. И не знаю, насколько я смог сказать и показать вам то, как обстоят дела. Надеюсь, что у меня это получилось. Вот. Но если вдруг нет, то обращайтесь в таком случае к психологу. Которого вы можете выбрать на нашем сайте. И с ним поработать. Вам в любом случае станет легче. Вот. Я бы, наверное, ответил бы вам сейчас как-то так. Для более, ну, более полного ответа нужно больше информации о вас. Вот. Ну, именно больше информации о том, какой человек вы, что общего было с вашим мужчиной. Вот. И было ли у вас что-то помимо того, что вы перечислили? То есть, было ли у вас... Что-то общее. Я бы так сказал. Сейчас. На этом всё. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам двигаться вперёд. Это позволит вам научиться видеть картины целиком. Мне кажется, что на текущий момент вы её не видите. И лично я вижу своей задачей помочь вам в этом. Поэтому обращайтесь. Буду рад. Буду рад. Я и мои коллеги будем рады помочь вам в том, чтобы вам стало легче. Но не думаю, что хорошая идея ждать, что мы объясним вам причину поведения молодого человека. Этим заниматься мы не будем. Потому что в этом нет вообще никакого смысла в этом нет. Никакого прогресса и никакой пользы для вас. Вот. Очень надеюсь, что вы сможете это понять. И опять же, если нет, то опять же, если вы не сможете этого понять, то мы, психологи, вам поможем. Главное, чтобы вы хотели, например, эту помощь от нас принять. Вот. Если хотите, то никаких проблем. Всего вам самого хорошего. Обращайтесь. Спасибо. 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 Спасибо.